Девушки отдыхают 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 Это середина августа, да, то есть уже осень приближается, мы еще зерновы не убрали. Конечно, настроение было не очень хорошее, потому что все равно лето коротко, зима длинна, много надо кормов приготовить. А еще в этом году, видите, получилось так, что часть районов, и немалая часть, начиная с Санчужск, Пижанка, Советск, часть Сумского района, Уржунский, Малмышский, Фаленский, Малмышский, Вятскополянский районы, да, территориально мы их представляем, их засушило. То есть посевна была очень хорошая, помним, мы майские дни, теплая погода. Да, уж май был жаркий. Да, и мы называем, есть такое понятие, лучшие агротехнические сроки, и, конечно, посевна прошла хорошо, с хорошими семенами. В этом году удобрения побольше вложили в землю, а удобрения – это химическое соединение, жара, нет, влаги они не усваиваются. И та территория, которая захватила засуха, и была объявлена чрезвычайная ситуация по засухе. На части территории – это Оричевский район, это Верхожиромский район, это Куменский район, если так по карте смотреть, это Богородский район. Прошли дождики, июньские дождики, которые просто всем нужны были. Там, и мы видим, конечно, и сработали удобрения очень хорошо, и в целом та валовка, которая есть, получена, и та продуктивность поля, которая в виде урожайности, мы называем, очень хорошая в этом году. То есть это, конечно, благодаря этим основным районам. Север замочило, начиная там с Шабалино и вдоль так. Там, насколько я помню, тоже режим ЧАС уже из-за переувлажнения почвы вводился. Да, там из-за переувлажнения почвы, и, конечно, убрать в такую погоду практически невозможно, потому что надо и обмолачивать колос, который еще не совсем созрел. Есть еще одна сложность, с которой столкнулись, она бывает всегда, но в этом году особенно. Есть такое понятие окущение, когда начинает зерно произрастать, стебелек там начинает появляться, произрастает из одного зерна несколько стеблей, это окущение. Так вот, когда влаги не хватало, произошло слабое окущение. Потом, когда дожди пошли, они же пошли по всей территории. То есть зрелый колос догоняет другой стебель с незрелым колосом. Это, опять же, сдерживает уборку комбайну сложнее, да, и зрелое зерно идет с незрелым зерном, то есть тоже приходится выжидать какой-то период, чтобы этот колос тоже подсозрел. Поэтому внешне, конечно, не видится вот эти все сложности, проблемные вопросы, но мы с ними сталкиваемся и работаем. Из-за вот тех режимов ЧАЭС, которые вводились сначала из-за засухи, потом из-за переувлажнения почвы, ущерб во сколько оценивается? Он у нас оценен около 40 миллионов рублей, но надо понимать, что все документы сданы, то есть мы выполняем все процедуры как Министерство сельского хозяйства, собираем данные, отправляем в Москву, в Министерство сельского хозяйства, уже дальше Министерство, исходя из бюджета, это все равно бюджетное средство, сколько будет выделено денег на это мероприятие, будет нам выделено. Но, как правило, мы не первый год, это у нас бывает, ну, до половины ущерба селянам возмещаются. А есть предприятия, которые вот больше других пострадали, у кого действительно там какая-то патовая ситуация сейчас? Я бы не назвал такого предприятия, которое вот отдельно так пострадало. Более пострадали у нас, конечно, это Афанасьевский район, более пострадал, ну, Восток, это Фальонский район, это пострадал и там Подосиновский район из-за таких аномальных условий погодных, но более всего это Афанасьевский район. А когда будут получены эти средства компенсации, как бы, да, они будут распределяться тоже с учетом, вот как бы... С учетом представленных документов, то есть на гектар, на сумму, на потерю, это все есть методика определения ущерба. То есть не в смысле, что всем там поровну, вот именно с учетом того, кто как бы страдал, да? Да, совершенно правильно. А возник из-за этого, возможно, какой-то дефицит кормов или посевного материала, то есть это как-то будет все восполняться тоже? Или как раз на эти деньги? Это происходит, ну, в том числе и на эти деньги, это, конечно, происходит в процессе работы. Кормов заготовлено достаточно для того, чтобы зимовка прошла сытной. Ну, такое понятие есть, сытная зимовка, я думаю, народу это понятно. То есть это когда достаточно корма и продуктивность поголовья не падает. Продуктивность, надо сказать, очень высокая. Не могу это не отметить, потому что, смотря федеральную сводку, она бывает раз в три месяца, три раза в месяц, через 10 дней она у нас бывает. Такая сводка федеральная. Есть, конечно, и погоду, мы подводим итоги, и всегда говорим, что да, Кировская область в лидерах по продуктивности. Это, конечно, показатель технологичности, что здесь аграрии умеют работать правильно с кормовой базой, с селекционно-племенной работой. Выстроена работа дает результат, она постепенно, но дает. На сегодняшний день мы четвертые в Российской Федерации по продуктивности. Впереди Ленинградская область, впереди Калуга, впереди Крым. Ну, в Крыму всего 8 тысяч коров, у нас 88 тысяч. А это в процентах измеряется, поэтому там база низкая просто у них получается, мало коров. Ну, мало коров, здесь может быть и даже... Ну, и баловка низкая, соответственно, там проценты легче нагоняются, да. То есть, да, может быть, и это какой-то фактор. Мы четвертые, там, 20,3 литра, конечно, это... Ну, такой показатель очень высокий. Для этого показателя, конечно, нам надо кормовую базу серьезную. Вот мы так плавно переходим от вопроса к вопросу, да. А давайте, Алексей Алексеевич, к вопросу этому перейдем после короткой паузы. После 40 секунд паузы, буквально 30 секунд. Продолжаем программу «Дневной разворот». Напомню, у нас сегодня в студии Алексей Алексеевич Котлячков, министр сельского хозяйства и продовольства Кировской области, заместитель председателя правительства. И мы говорим как раз вот о итогах уборочной кампании, в том числе мы затронули тему о кормах, то есть о заготовке кормов. И как бы вот Алексей Алексеевич сказал, что зима-то будет сытной, но, и вот было слово но, все-таки меньше получилось, да? Нет, нет, у нас получается, видите, из-за этих погодных условий, говорю, но территориально может быть у кого-то посложнее, у кого-то получше. Кто-то получил уже сегодня семена, кто-то сегодня еще подрабатывал от семена, потому что уборка еще не завершилась, да, у нас еще там 13 тысяч гектар надо убирать, но они будут убраны, это по каждому там району уже там небольшие суммы, такие вот погодные деньки, как сегодня, они, конечно, позволяют дозавершать уборку. А семенной материал, он в процессе, подрабатывается еще в процессе зимнего периода и покупается. То есть на рынке самое главное, чтобы были семена, они у нас есть в Кировской области. Вот то, что Кировская область показала, там, такие результаты по приросту производства молока, да, это была цель, и ее достигли, или само так получилось? Нет, давайте так, само ничего в жизни не получается, и ни у кого, да, вы стали ведущей программы. Вот не просто вы так решили и стали, да, то есть вы к этому шли и пришли. Здесь тоже самое такая многолетняя работа, она многолетняя, кропотливая работа по созданию кормовой базы. 60% успеха, когда там зоотехники говорят, вот мы получили такую продуктивность, мы герои, да, я говорю, носик немножечко опустите вниз, да, потому что успех, 60% это кормовая база, это все-таки агрономическая служба, создала под вашу заявку кормовую базу. Набор культур, сроки уборки и объемы. Второй вопрос, это селекционно-племенная работа. Мы имеем все-таки, если в России в общем поголовье коров всего 33% племенного поголовья, у нас 66%, то есть это опять же долголетняя, многолетняя работа через искусственное осеменение. У нас работают племообъединения, в котором содержатся быки, купленные в России, в Белоруссии, в Германии, в Голландии, в Канаде, то есть выбирается в мире лучшее, и через искусственное осеменение у нас идет улучшение стада. Поэтому это не токарный станок, который можно, там, раз, конъюнктура рынка на болты, на гайки, да, и в три смены запустили и произвели. Это здесь животное. Это природа. Мы можем один раз хлеб убрать, два раза можем заготовить траву, скосить на, или наши растения на кормовые цели, зерновые, только один раз на зерновый сенаж, корова, там, 10 месяцев может быть так же, как и женщина, ходить стельной. То есть нам не ускорить эти процессы. Они планово идут, улучшается кормовая база, улучшается генетика, в комплексе вся организационная работа, улучшается дисциплина, улучшаются технологии, и все идет к увеличению производства молока. Считаю, что, да, наш регион лидер за счет умения все-таки на местах наших руководителей организовать производство. Это их великая заслуга. Вместе с наукой, не могу науку отделить куда-то в сторону, это вместе с наукой, вместе с подготовкой кадров. И наша академия, институт переподготовки, который есть. Мы регулярно, вот сейчас наступает зимний период, 29 числа мы собираем, на базе Сельхозакадемии всех руководителей собираем и обозначаем проблемные вопросы, которые мы видим, как специалисты управления ветеринарией, служба государственного надзора за техникой, где у нас простой, по каким причинам техника у нас летка, или это же короткое, надо минимум нам создать условий, чтобы минимум простой был техники. Это же очень важно. То есть это комплекс всех действий, работ всех служб приводит к тому, что мы шаг за шагом идем по увеличению. Но это экономика работы, не цель увеличить продуктивность, а нам надо снизить себестоимость продукции. Чем выше производство объема, тем легче снизить. Мы на рынке не можем повлиять на закупочные цены, на мясо, на молоко. Мы можем повлиять на снижение себестоимости продукции, чтобы рентабельнее вести производство. Вот при составлении этого рейтинга учитывались все те моменты, о которых вы говорите? Или вот получается, как с Крымом, да, 8 тысяч голов, и в процентном соотношении они вдруг выходят лучше нас. Но она не в процентном здесь, они по продуктивности. То есть сколько литров молока корова в день дает? Вот там 7 тысяч, у нас 88. Конечно, работать с 7 тысячами в Крыму или с 88 тысячами на территории Союз. По большому счету, Алексей Алексеевич, можно купить одну корову, да, одну корову, да, хорошую породистую, холить лидер, примерно так, да. Она будет давать безумные результаты, и я выйду в лидеры по России. А здесь все-таки стадо огромное. А здесь еще и объемы производства надо смотреть. За прошлый год тоже по объемам пятые в России. Да, там впереди Татарстан, Краснодарский край, Удмуртия у них по голове на 20 тысяч побольше. Поэтому здесь надо в комплексе смотреть эти показатели. А какие-то преференции со стороны Федерации за такие заслуги? Нет. Нет, есть порядок распределения бюджетных средств. И точно так же, как иногда думают, что Котлячков тут столько лет работает, и тут есть приближенные, они больше получают. Есть порядок. Ты сколько молока произвел, налит молока, тебе столько из общей суммы получилось. Так же и по гектарам. Здесь по гектарным финансированием. Поэтому здесь в России есть бюджет, есть порядок. Деньги распределяет от количества, от объема производства. Алексей Алексеевич, у меня еще такой вопрос. Если возвращаясь к переуволожнению, вот к этой ситуации, к чрезвычайной, когда она была объявлена, я просто взглянул в справочник, и там мне интересный факт показался. То есть вот у такого явления, да, переуволожнения почв, указываются две основные причины. Первая, понятно, это метеорологическая, погодная и так далее, да. А вторая, там, извините, стоит человеческий фактор. И 50 на 50. Что чаще всего такое явление происходит в тех, скажем так, хозяйствах, где низкая культура земледелия. У нас вот именно погода сработала или есть и вторая часть? Я бы здесь, коллеги, на самом деле, вопрос, спасибо, очень правильный, да. Есть такое понятие, ну, есть технологии, которые у нас используются. При обработке почвы создается уплотняющий слой. Так очень коротко скажу, да. И для того, чтобы была циркуляция воздуха между верхним слоем почвы и там до глубины метра полтора, и влагообмен точно так же, чтобы происходил во влажные годы. Да, есть такое чизелевание называется. То есть плуг чизельный, он разбивает на глубину до 40 сантиметров. Конечно, не все наши сельхозпредприятия в состоянии чизельный плуг купить, но эта процедура очень низкопроизводительная и не всегда хватает людей, чтобы в период, как раз лета, когда идет обработка паровых полей, идет сенокоз, заготовка корма. То есть люди заняты, люди заняты, да. Бывает сложновато в хозяйстве. Поэтому здесь, конечно, есть и этот вопрос, что мы не все успеваем провести эту процедуру. И потом еще есть культура рапс. В моей молодости мы рапс сели не ради семян, а ради как седеральную культуру для улучшения почвы плодородия. Но у нее очень глубоко уходят корни в землю, и тоже они разбивают так называемый подплужный слой. То есть да, есть и человеческий фактор с точки зрения, что мы не успеваем эти процедуры провести. Но, конечно, это погодные условия. Когда залило, даже по асфальту ходить было невозможно. Так в Афанатическом районе вообще только плавать везде можно было? Ну, к сожалению, так погода. В том числе по картофельным полям там было бедствия полные. У нас, видите, климат. Десятый год засуха, тринадцатый засуха, шестнадцатый засуха. Начала цикличность, чего раньше не было. Были отдельные годы, но вот цикличность. А тот раз и такой год. Полобласти засушило, там замочило. Ну, я помню, еще кто-то у нас тут, по-моему, в эфире, из тех, кто занимается поставкой топлива, тоже отмечали, что весна туда вытянулась, осень тут подсократилась. Но вот как раз то, о чем вы говорите, что вместо первого августа пришлось убирать 15 августа. То есть это, видимо, во всех отраслях уже становится очевидно, что вот эти вот какие-то изменения, они из года в год. Я хочу сказать, они всегда аномалии бывали. Допустим, 2007 год. Вы их не помните, а так как я работал непосредственно, занимался этими вопросами, никогда так рано в поле не выезжали, как в этом году. Мы выехали, ну, всегда выезжаем в майские праздники, тогда выехали 3 апреля. Если смотреть на карту, у нас под осиной слузой выехали раньше, чем как мылмыш. То есть это нонсенс, никогда. А вот так погода распорядилась, что там стало суше, чем как на юге. Но 15 июня в тот год мы еще все не посеяли. А дальше сеять уже невозможно, ну, биологические растения не вырастут. И дожди тоже. Я в конце июля, в 2007 году думал, что у нас больше сельского хозяйства не будет. Мы не заготовили ничего. Но август-сентябрь, очень погожие деньки хорошие, все заготовили. Конечно, не того качества уже. Биологические растения в другой фазе. Поэтому не бывали такие годы. Но как в этот год, чтобы 15 августа выехать, убирать зерно, я, конечно, прямые памятники. И при этом это получается так, что, насколько я помню вашу пресс-конференцию, выражайность у нас получилась, если брать там в центре раз гектара, выше, чем в прошлом году. Да, она получилась. Я и обозначил сегодня, что как раз это очень сильные районы в нашей области. Куменский, Верхошижимский, да? Да, Оричи, Верхошижимы. Полоса прошла дождей, и они, на самом деле, работают больше с удобрениями. И удобрения дали такой природы. То есть, как бы некоторые районы у нас получается так вынесли, да? 30 центнеров Оричи, Кумены, да, свыше 30 Верхошижимы. Это в целом, это очень большая урожайность. Племзавод Октябрьский получил там 52, почти 53 центнера. На круг, это же неделяночка, как у себя на участке, там маленькая. Это же там свыше 5000 гектар зерновых культур. Оричи здесь имени Кирова, они получили там 48 центнеров с гектара. Это крупнейшее хозяйство. Красный Октябрь, опять же, Куменский район, 43 центнера с гектара. Конечно, вот они сработали в удобрении. Влага дала, было достаточно. Мы зависимы от влаги, от солнца, от тепла. Ну, мне вот к молоку, да, все равно хотелось бы еще вернуться. Вернитесь. По поводу прироста этого производства. Вернитесь к молоку. Яд, кстати, да. Но все любят молоко покупателя. Покупатель находится на постоянно прирастающее молоко. В стране не хватает 5 миллионов тонн молока. То есть проблем с рынком сбыта у наших сельхозпредприятий нет вообще? Я думаю, что это перспектива. Мне кажется, что из всех соседних регионов сюда активно очень едут, покупают. 400 тонн у нас вывозит компания «Вимбельдан». 400 тонн ежедневно. Ежедневно? Ежедневно, да. Мы 1900 тонн производим молока в день. Вот 400 тонн компания вывозит. И вывозят в Нижний, у них там заводы есть, в Москву. Обозначают, были у губернатора на встречу у Игоря Владимировича в прошлом году. Говорит, конечно, мы не меценаты какие-то, чтобы деньги отдавать и хорошие деньги отдавать. Первое, объемы молока равномерные, как что в других регионах нет. Есть такое понятие у сельхозтоваропроизводителей. Большое молоко летом, зимой маленько для переработчиков, это за счет искусства семенения. У нас нет этого. У нас круглый год производство молока равномерно, и это им очень удобно, переработчикам. Второй вопрос, качество. Они сразу сказали, лучше по качеству молока, чем в Кировской области нет. Здесь так построена работа. Кормовая база, селекция. Это нас очень устраивает. В других регионах лучше, чем как у вас нет. Это они сказали. И они сказали открыто, не просто тут я что-то выдумываю. Это есть на самом деле. Просто у вас вот такой разговор был с гостями из Башкортостана. У них как раз сезонность сильная довольно-таки. Они как бы считают, что у них это хорошо. Вот они там как-то привыкли и работают. У нас вот ее нет, и у вас такая дискуссия легкая возникла по этому поводу. Вы знаете, у меня до этой встречи, когда были делегации две, они же богатый регион. Богатые. И вечером, когда за ужином уже к чаю подошли, там мои коллеги очень ругались со своими, что почему мы так не работаем, как в Кировской области. И они так, вот мы построили 500 дворцов, ферм хороших. Говорит, а нет молока? Я так тихонечко прокомментировал, говорю, коллеги, молоко не в ферме, молоко в корове. С коровой надо работать, с кормовой базой, с селекцией, с генетикой. Поэтому результат. Тогда такой вопрос, да, с учетом того дефицита, который существует на рынке. Дальше-то у нас есть какие-то цели, опять же, по приросту? Ну, давайте так, опять же, это же экономика тянет. Конечно, пойдет дальше рост. Мы видим у нас каждый год, уже четвертый год идет увеличение коров. Это такой тяжелый очень вопрос и важный вопрос. Чтобы увеличить поголовье коров, это же целый шлейф, там молодняк, там увеличение кормовой базы, да, хорошей кормовой базы, потому что продуктивность, увеличение объемов производства. Поэтому, конечно, это будет и дальше идти с точки зрения экономики. Экономики, экономически, это выгоднее больше производить, чем и пойдет. И рынок, он сегодня требует, да, рынок есть куда реализаться. В прошлом году была катастрофа с рынком, когда на рынок российский забросили, ну, или завезли, все равно, это же наш бизнес, российский завез на рынок дешевый продукт, видя сухого молока, ну, и других продуктов. Когда было падение цен закупочных резких завезов? Да, да, да. Сделаем перерыв, буквально полторы минутки вернемся. Пока Николай Голиков поднимает свой павший микрофон, Дарья Топузлива. В гостях у нас Алексей Котлячков, зампредседателя правительства Кировской области, министр сельского хозяйства и продовольствия. Я предлагаю, коллеги, перейти к мерам господдержки для малых и средних хозяйств. В конкурс «Агро-стартап» в Кировской области был объявлен. Это что-то новое, это уже что-то давно действующее. Название просто достаточно трендовое, современное. Название по-современному звучит, да. Ну, может быть, конечно, это привлечь внимание к этому. На самом деле, средних мы убираем, мы называем малые формы хозяйствования. На самом деле, эта программа работает у нас уже 6 лет. Это государственная программа, и она разделена на две части. Это начинающий фермер и создание семейных животно-оческих ферм. Если для начинающего фермера сумма в пределах, там обязательно софинансирование от фермера. Это не просто так, что кто захотел, тот пришел. А большое ли это процент софинансирования? 40% должно быть своих средств. Да, почти пополам. То есть сюда каждый не заглянет. Ну, просто так не придет, и серьезная комиссия у нас, отборочная комиссия. Вот. Ну, до 3 миллионов рублей это начинающим фермерам, и до 30 миллионов рублей это для создания животно-оческой фермы семейной. С одной стороны, кажется, немало денег... По семейным фермам тоже софинансирование такое? Конечно, да. Тоже серьезная, да? Ты тоже просто так, ниоткуда. Или ты уже фермером состоялся. Но это уже должно быть что-то, наверное. Да, конечно, ты уже имеешь базу. Это же все проверяется. Просто так мы не допускаем со стороны людей, которые ничего не могут и не умеют, и ничего за собой нет. Это условия там, они прописаны все. Вот эти два направления. Агростарт, который вы говорите, это новое направление. Сегодня оно подразумевает, конечно, участие человека, имеющего просто желание участвовать. Если там раньше обязательно лично подсобное хозяйство, опыт работы или образования, здесь просто ничего нет. Ты можешь, ну, проживающий в сельской местности, и ты докажи, что можешь. Тебе могут выделить денежные средства без условий 40%. Это так и называется. Это пробный такой вариант. То есть раньше этого не было, это в этом году появилось, да? Да, это в этом году появилось. Оно, ну, в принципе, как пилотный проект государство смотрит, а как же все-таки произойдет. Мы же пять лет отслеживаем за всеми этими. Пять лет прошло, с контроля снимается. Поэтому, ну, на 100% не получается. На 100% мы двух фермеров через суд деньги возвращали. Не выполняют условия, там же есть показатели. Поэтому мы очень щепетильно к этому относимся. Государство создает, создает там хозяина на земле, да? То есть если на севере, то есть это не только Кировская область, а брать там Ленинградская, Вологодская, так провожу линию, да, по карте Вологода, Кострома, там даже Татарстан, Нижегородская область, за Ураль, Свердловск, ну, примерно. Две трети продукции производится, вообще всей продукции, картофель и все производится в крупных предприятиях. Молочного, молока, мяса там вообще производится свыше 90%. А в малых формах, сегодня у нас, допустим, фермер производит молока 1,2%. Значит, мясо, ну, до 3, так, с небольшим процентом. Если брать Ставрополье, Москва проводит видеоконференцию и задается вопрос, сколько молока производит Ставрополье, вся Россия участвует, да, сколько Ставрополье производит молока высшего сорта. Мой коллега отвечает, говорит, ну, какого может быть молока высшего сорта, если у нас 90%, это молоко с КФХ и частных подворьев, с личных подсобных изяществ. Вот, поэтому система работает, есть успешные, есть не очень успешные, есть вообще не успешные. Ну, их мало совсем не успешных, но им, на самом деле, тяжело. Ну, вот те, да, предприятия, о которых Вы упомянули, о которых через суд пришлось возвращать деньги, это элементарно не хватает каких-то компетенций в этой области? Или люди пытаются смухлевать уже с деньгами, возможно, то есть что-то не возвращать или что-то укрыть какие-то? Ну, будем говорить в двух вопросах, правильно, Вы вопрос задали, да, на самом деле люди, первое, не смогли, во-вторых, ну, наверное, решили, что можно немножечко неправильно использовать эти денежные средства. А вот по этой программе, которая, агро-стартап, которая в этом году, то есть которая как бы подразумевает, что человек, ну, по-русски говоря, сельский житель с нуля может что-то начать. Вот кто обратился за помощью, вот хотя бы примеры? А нет, у нас из Лебяжевского района обратился фермер, он получил, ну, обратилось несколько, был отобран он для фермера из Лебяжевского района. Что он будет делать на эти деньги? Он занимается животноводством. Он уже занимается как бы, да? Он будет заниматься, извиняюсь, он будет заниматься растениеводством, не животноводством. То есть он уже занимается животноводством, решил еще значить? Нет, 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 он ведет свое лично подсобное хозяйство, но это не условие, он уже имеет опыт работы в своей предоказательной базе, что у него есть опыт работы, и он занимается, будет заниматься растениеводством. Ну, просто мне знаешь, кажется, тут все равно вряд ли появятся люди, которые никакого отношения там ни к земле, ни к животноводству не имеют, Ну, потому что появляются, но потом приходится через суд деньги возвращать. Это не у тех людей, те, у кого появляются, его же сразу видно, да, то есть человек защищается с бизнес-планом, комиссия у нас 12 человек, это и депутаты, это и фермеры сами, да, то есть это же открытая площадка, где они зачитали, а потом я говорю, закройте и расскажите своими словами вообще, как вы понимаете этот бизнес. Ну, то есть возможности пройти, посев вообще нет? Нет, 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 тут как бы нет, я полностью вам говорю нет и больше не комментирую на самом деле. Еще такой вопрос, вы говорите, что порядок живет. Мы очень серьезно относимся к этому вопросу, я по жизни отношусь серьезно, потому что мы не должны допустить, лучше на этом этапе сказать, у тебя не получится, ты не готов, готовься, давай в следующий год, да, она, чтобы наша задача, чтобы у него получилось, чтобы он на нас потом не обижался, с одной стороны 3 миллиона это такие вроде бы большие деньги, когда ты начинаешь заниматься производством, там трактор один столько стоит, а там к этому шлейф машин, там надо фермочка, там надо животное, там надо корма, опять же, да, поэтому, конечно, мы отбираем только тех, увидим, что он готов, кто не готов, мы, опять же, чтобы он не виделся потом на нас и сказал, ну, чего ж вы меня на том этапе, я деньги порасходовал, да, у меня не получилось, а потом их надо возвращать, я с чего, я банкрот, поэтому нет, мы очень так относимся к этому вопросу, ну, щепетильно. Вы говорите, что уже порядка 6 лет вот эта программа существует по поддержке малых форм хозяйствования, вот как из тех, кто были как бы, ну, в первых рядах получали вот эти вот средства на поддержку, вы же их потом наблюдаете в течение 5 лет? Вот как-то можно ли сказать, ну, какие-то наиболее удачные примеры привести? Ну, достаточно удачно работает в Аленском районе Ефремов Александр. Фермер? Фермер, да. Ну, здесь тоже надо отдать должное тому, что у него родители ветврачи, и он занимается животноводством, да, и такой опыт работы есть. Очень такой тоже удачный, когда мы говорим, использование лесных ресурсов для сельского хозяйства в Подосиновском районе, Кочкин. Кочкин старший? Кочкин старший, он передал, передал все младшему, да, сыну передал Александру, значит, очень молодой, ну, тоже молодой, как Ефремов, вот они чем-то друг на друга похожи, такие энергичные, рынок изучают, ездят по стране, какое оборудование купить для того, чтобы, а что на рынке надо производить, чем мы можем здесь. Ведь вопрос не стал сейчас звучать, но раньше очень звучал. Я ведь произвел, да, а я не могу продать. Вопрос надо сразу ставить, а куда ты будешь реализовать эту продукцию, какой продукт ты будешь. Поэтому эти такие очень, Капустин, значит, тоже один грант, они... А Капустин откуда? Подосинов, да, Василий Капустин тоже подосинов, ну, в других местах в районе они живут, тоже грант, ферму, ну, умеют тоже работать, тоже хотят там другими видами сыров, если Кочкин одними видами сыров, эти другими. Ну, тут так, такая работа идет, такая, вроде бы на северах сложная, и все, ну, молодцы. Нет, но в Капустинском районе там трава прекрасная для сыра, это изумительное просто. Ну, да, иногда и возникает вопрос в Кировской области, а по сыроприготовлению как раз не одна компания заявляла, что молоко у нас сыропригодное, и о чем вы говорите на северах тоже. Я просто помню, что даже вот когда в свое время, ну, вот вы тоже говорите, у нас северный регион, а я как-то занимался изучением вопроса, помните, была такая волна, все хотели кого-то с кем-то укропнять, и я ездил в Коми, в составе ссылок, изучал, как они относятся к укропнению, к присоединению Кировской области к ним. Они сказали, нам Кировская область-то не нужна, вы нам вот эти вот, Подосиновский, Абабинский район для сельского хозяйства, вот мы бы их взяли, а остальное нам не надо. И вот я когда спросил, вроде, север, они говорят, для вас север, для нас это юг. Ну, смотрите, вот заговорили про сыры, да, и вчера мы, покуда узнали, что вы придете, что-то разговаривали с праздником хозяйства, да, нет, вспомнили одно время, по-моему, давненько не было, вот на театральной площади проводили, называли это ярмарками, но вот по сути, большинство, я не знаю вообще, были ли там фермеры такие вот именно из малых хозяйств, то есть в основном хозяйств, в основном это были действительно крупные предприятия, которые просто реализовывали свою продукцию вот тут вот на театральной площади. Фермеры были, но у нас тогда не было фермеров с производством сыра. У нас же Иванов здесь в Великорецком сыром уже давненько занимаются. А сейчас же, возможно, вот... А сейчас у них есть торговые точки, да, у нас есть эко-ярмарка. Вы на эко-ярмарке бываете? Да, конечно, я там недалеко живу, поэтому... Вы бываете, да, вы видите, что да, сегодня там можно фермерский продукт купить. Население по-разному относится. Один говорит, я фермеры не буду покупать, я не очень доверяю, я лучше промышленной, высокой промышленности такой куплю, другой продукцию, другой говорит, нет, я к фермеру пойду, потому что я там... Вот мне бы просто, и мы с коллегами пообщались, и все такие, да, я бы вот сходил прямо на такую ярмарку, где бы были представлены именно малые хозяйства. То есть те люди, кто делают там сами сыр, то есть, ну, мед, я не знаю, тот же самый, какие-то грибы, ягоды, еще что-то. Вот не финансовая поддержка, да, со стороны правительства, но вот какая-то организационная. Сейчас мы будем проводить ближе к 1 июня, вот то, что у нас пошло мероприятие, которое называется «Дорогу молоку», это автопробег, он нас, мы на самом деле рассматривали вопрос с переработчиками молока, как праздник молока сделать. Ну, 1 июня, это международный день молока. Да, международный день молока, а тут мы все-таки подстраивались под автопробег, под организаторов, это москвичи, и было 18 августа, и не совсем удачное время, 16 часов, но мы под них все равно собирались со всей России, 50 экипажей, 50 машин, и по их просьбе мы это сделали, и погода была не очень хорошая, мы тогда с городскими властями договорились, и работа сейчас это начинается, организационная, по проведению все-таки 1 июня, это день защиты детей, и международный день молока, но он только числовой, мы будем проводить все равно в субботу, это семейным должен быть праздник, ну, типа как Дороничи организовывали вместе, да, такой, вот в таком формате будем там числе, они будут все там участвовать, фермеры на самом деле сегодня говорят, можно бы уже проводить у нас фестиваль сырный, я говорю, давайте мы сначала проведем, это же время, ну да, это все-таки это все равно организационные вопросы, их надо правильно проводить, что не просто за сыром человек пришел, а вот семьей с детьми, чтобы они что-то понимали, видели, им интересно было, студенты здесь будут еще, поэтому мы сначала будем день молока, а потом и о сырном фестивале тоже думаем сейчас. Вот на этой позитивной, по крайней мере, для меня ноте мы заканчиваем, Дарья Топузлива, Николай Голиков, и в гостях у нас был Алексей Котлючков, зампредправительства Кировской области, министр сельского хозяйства и продовольствия. Спасибо, Алексей Алексеевич. Спасибо и вам.